В Актау сегодня простились с двумя детьми, которые скончались после обработки помещения от насекомых. Травили их в квартире у соседей. Специалисты до сих пор не установили, что это был за препарат. Однако известно, его привезли из Алматы. После трагедии сотрудники СЭС провели замеры и установили в квартире погибших превышение паров аммиака и оксида углерода. А в квартире, где проводили опасную обработку, нашли 39 разложенных по всем комнатам неизвестных таблеток. О большой трагедии материал наших корреспондентов. Все произошло вот в этой многоэтажке. Хозяйка квартиры на восьмом этаже разложила по комнатам неизвестные таблетки, собрала своих детей и ушла из дома. Никого из соседей о желании потравить насекомых она не предупредила. А ядовитые пары через вентиляцию поднялись выше. В результате перед прибывшими на вызов медиками предстала ужасная картина. Позже специалисты СЭС провели в квартире замеры и выявили в воздухе пары аммиака и большое превышение оксида углерода. Именно эти ядовитые вещества и могли стать причиной гибели двоих малышей и отравления остальных. Родственники говорить о случившемся без слез не могут. Все произошло в ночь на 21 число. Племянник мне позвонил и сказал, что у двоих детей рвота. Я ему сказала, чтобы вызывал скорую, если не прекратиться. Но дети после этого уснули, а уже после 7 утра невестка позвонила, говорит, что судороги у них начались. Не успели что-то сделать и они умерли. Соседи даже не предупредили, что травить будут. Троих взрослых и двоих детей врачам спасти удалось. Их приводили в чувство уже в реанимации. Сейчас в больнице остаются мать и двое детей 6 и 8 лет. Их жизням уже ничто не угрожает. Санврачи тем временем рассказали, что в квартире, где травили насекомых, нашли 39 неизвестных таблеток. Происхождение данного препарата не установлено. Что содержит в себе данный препарат, так же мы не знаем. Со слов человека, который проводил обработку в своей квартире, этот препарат приобретен на точке стихийной торговли в городе Алматы. Проводилась реклама данного препарата. То есть это случайный прохожий увидел рекламу данного препарата, который очень эффективно борется с насекомыми. Известно, что в квартире, где проводили обработку, живет семья с двумя детьми. Супруг был на вахте, а вот хозяйка жил площади. Сейчас под подпиской о невыезде. Мы возбудили уголовное дело по статье 304, часть 3. Это нарушение санитарных правил с летаемым исходом двух и более лиц. Там у нас с 5 до 10 лет лишение свободы усматривается. Подозреваемое у нас есть. Погибших малышей, которым было 7 месяцев и 2,5 года, сегодня похоронили. За последние несколько лет. Это уже четвертый случай в регионе, когда после непрофессиональной дезинсекции гибнут люди. Два года назад одну из виновниц подобной трагедии приговорили к 6 годам колонии-поселения. Женщина тогда тоже решила сама потравить клопов, распылила отраву и уехала. Ее соседка с дочерью скончались.